В последние дни я все чаще и чаще задаюсь очень простым вопросом Что, черт возьми, происходит? И, конечно же, я имею в виду не только себя И не спрашиваю конкретно про то, что происходит именно у меня Я имею в виду, что здесь вообще происходит Весь мир сходит с ума в магазинах, пустеют полки А люди не могут работать из дома То есть они как бы могут и даже работают, но как будто бы не хотят Или у них очень сильно это не получается А сегодня я оказался здесь не один А с двумя своими товарищами Оба которые работают удаленно Это Антон Антон, чем ты занимаешься? Я занимаюсь, улыбаюсь И Серега Чем ты занимаешься? Я человек в маркетинге Давай еще раз Давай Ну говори Я Серега, человек Д'Артаньян Вы можете заметить, какие у меня сегодня классные усы Обычно я без них, но сегодня у нас профессиональная фотосессия Мы делаем супер... Я это вырежу все равно В общем, мы все приехали сюда для того, чтобы снять видео для Антона Потому что он делает новый курс в Инстаграме О том, как нажимать на колокольчик, подписываться и писать комментарий Что-что? Я уже сказал Окей, к хорошим новостям Самое лучшее и самое, наверное, интересное, что случилось лично для меня за весь март месяц Так это то, что у меня закончился старый проект на моей работе И теперь я буду работать снова на англоязычном проекте с европейскими заказчиками А это значит то, что мой английский язык станет еще лучше, чем он есть О чем мы, кстати, с вами говорили в последнем видео Другая позитивная новость касается успехов моих патронов То есть тех людей, которые приобрели менторство Я просто смотрю... Они... Нет, они не сделали чего-то невероятного или сверхъестественного на данный момент пока что Но когда я смотрю на их прогресс И когда я вижу все то, что они успели сделать за то небольшое количество времени, которое они занимаются Я просто в шоке Просто в шоке от того... Я просто вспоминаю, как это было у меня И сколько времени тратят они И это даже не в два раза быстрее И не в три раза быстрее Я просто не понимаю, что это за скорость вообще И... Я в шоке Конечно же, все это очень индивидуально Я не говорю, что абсолютно у каждого из них какой-то невероятный и суперкрутой прогресс Естественно, у кого-то есть проблемы У кого-то есть проблемы с пониманием технических вещей У кого-то есть проблемы со временем Кому-то нужно решать какие-то свои бытовые вопросы Но если смотреть на средний показатель То я как минимум в восторге И в восторге я по этому поводу не только за них, но и за себя самого Потому что для меня это точно так же, как для них Что-то абсолютно новое Вы сами видели, что когда я только начинал это И когда я сделал видео менторство Я очень много времени переживал Я очень много думал о том, как правильно это сделать Мне действительно хотелось, чтобы это было что-то полезное, крутое Чтобы это работало И это работает Другая позитивная новость, и она для вас уже не новость Это то, что я снова начал снимать видео на YouTube Потому что, ну реально, я не делал этого целых две недели И, наверное, это первый настолько серьезный перерыв в этом году Это случилось все просто потому, что у меня наложилось одно на другое Из-за всех тех вещей, которые произошли в этом мире И из-за некоторых других вещей, которые произошли в моей личной жизни К счастью, теперь это все позади И мы можем двигаться вперед Включаем подписку на Артема Все, всем хорошего дня И хорошего дня Я думаю, что рассказывать вам о том, какие плохие вещи происходят прямо сейчас в мире не нужно Потому что вы и так сами об этом знаете Не, на самом деле я рассказал бы об этом, но я не рассказываю Потому что это слово нельзя произносить Окей? Нет, вот то слово, которое вот YouTube специально ввел такую политику Он считает, что это такая хайповая тема И сейчас все про это начнут снимать И поэтому... Давайте поедем все вместе Давайте куда-нибудь Антон, Антон Скажи что-нибудь по-модельски Мы здесь все для того, чтобы создавать мир на этой планете Ну это хрень какая-то Как же по-разному выглядит, да? То место, где в этом отеле люди отдыхают И парковка в этом же самом отеле Из-за всей этой истерики естественно всем здесь все меряют Проверяют под несколько тысяч раз В общем все чуваки поехали по домам И я остался один И приехал в самый большой, наверное, самый популярный торговый центр на Бали Я не помню, как он называется Для того, чтобы рассказать вам все остальные новости А они еще у меня есть Следующая новость Хорошая новость Лучшая новость Это то, чем я вообще больше всего горжусь В течение этого месяца Если вы уже знаете, что у меня есть патреон И есть такая штука, как менторство То возможно вы не знаете, что у меня еще есть такая штука, как собеседование Собеседование или одноразовая консультация В общем-то в первую очередь это нужно ровно для того, чтобы попробовать пройти это собеседование со мной Найти в своих знаниях какие-то пробелы Заполнить их Или получить какие-то еще рекомендации и советы от меня И уже потом проходить то самое собеседование, которое вам нужно пройти Для того, чтобы устроиться на вашу работу мечты Или повысить свой уровень Грубо говоря, это работает сразу в двух направлениях Первое, это когда вы не хотите облажаться И не попасть в ту компанию, в которую вы хотите попасть Или вы не уверены в своих знаниях Пункт номер два, это когда вы просто хотите узнать пробелы в своих знаниях И понять, что вам нужно доучить Или в какую сторону вам двигаться Один из самых старых подписчиков моего канала Иван как раз таки купил у меня это собеседование Потому что ему нужно было готовиться асессменту Это так называемое внутреннее собеседование Для того, чтобы перейти на следующий уровень в своей компании Скажу вам честно, что у Ванька и без этого были достаточно крутые знания Для того, чтобы перейти на этот самый новый уровень Да, я смог наковырять в его теории и практике какие-то пробелы Но они были не настолько значительными, чтобы помешать ему пройти этот асессмент Как я считаю И как вы уже догадались, да, он его успешно прошел За что я просто бесконечно горд собой Я думаю, что Иван подписывался на это собеседование в первую очередь Не для того, чтобы проверить свои знания А для того, чтобы лишний раз потренироваться перед очень важным в его жизни собеседованием Для того, чтобы почувствовать себя на нем увереннее Если кто-нибудь из вас уже хотя бы раз проходил собеседование Вы же понимаете, что одних только знаний недостаточно Потому что все будут смотреть на то, как вы говорите Насколько вы уверены в своих словах И как быстро вы отвечаете на вопросы Поэтому я поздравляю себя, поздравляю Ивана И поздравляю абсолютно каждого жителя Бали Вот почему Другая новость Уже скорее просто забавная И ей гордится моя мама Это то, что меня показали по телеку Произошло это вообще довольно случайно Я думаю, что все те, кто подписан на телеграм-канал Уже видели это И для вас это не новость В этом, в общем-то, нет ничего интересного Это просто забавно Возможно, вы мне ни за что не поверите Но вот эта вот надпись на кепке переводится как Жареный рис В какой еще стране люди настолько сильно будут любить жареный рис Чтобы написать об этом на кепке? Я не знаю, вы бы стали в России носить кепку На которой было бы написано Картофельное пюре Шутки шутками А у людей в мире сейчас достаточно серьезные проблемы И я думаю, что вы понимаете, о чем я Все вы видите это практически каждый день Слышите где-то или читаете Это точно не прошло мимо вас Точно так же это не прошло мимо меня Да, я сейчас говорю о том, что практически всех попытались перевести на удаленную работу И люди не могут работать удаленно Они считают, что удаленка это зло И трудиться из дома это вообще нереально И что же получается, что кто-то мечтает, а кто-то страдает Причины, по которым это сложно или по которым это не получается у всех свои У кого-то развалились все коммуникации Окей, окей Вот только интересную мысль поймал Меня выгнали Придется искать какое-нибудь другое место Это, кстати, удивительно Но пока меня выгоняли передо мной Три раза извинились за то, что меня выгоняют Так вот, удаленка Не всем она подходит У кого-то рушится коммуникация И люди просто не понимают, как им разговаривать через скайп Или как им делать совещания Когда они не видят друг друга с глазу на глаз Кому-то нужна какая-нибудь доска, чтобы что-то рисовать Другому человеку просто неудобно дома Потому что отвлекают домашние животные Или потому что ему холодно или жарко Или еще по какой-либо другой причине В любом случае Большая часть людей оказалась либо не готова к этому Либо им это очень сильно не понравилось Настолько сильно, что все они мечтают вернуться в офис И это все настолько прикольно выглядит Потому что куча людей смотрит на то, как другие работают удаленно И тоже хотят это попробовать Теперь у них появилась возможность это попробовать Они попробовали это и оказались просто в ужасе От того, насколько это неудобно, тяжело, сложно, неприятно И так далее Примерно около года назад я сделал видео о недостатках удаленной работы Можете посмотреть его Наверное, там на тот момент я не учел всех недостатков Всех тех недостатков, которые я вижу сейчас О которых говорят люди Потому что я рассказывал только о тех недостатках, которые испытал на себе самом Оказалось, что их намного больше И, пожалуй, самым главным, самым сложным, самым часто встречающимся пунктом Было то, что люди очень сильно отвлекаются, когда они работают дома Потому что дома у них есть очень много всего того, что их отвлекает Чай, печеньки, домашние животные, члены семьи И знаете, это здорово Не то, что в мире происходит сейчас, конечно, это ужасно Здорово то, что у всех появилась возможность проверить себя в удаленной работе Просто почувствовать на собственной шкуре, что это такое И понять, что это подходит далеко не всем Далеко не каждому это нужно И насколько же повезло всем тем, кому она реально нужна Кому она очень нравится, кому это подходит Ведь они получили настоящий шанс попробовать это И доказать своему начальству, компаниям То, что у них может очень хорошо получаться то, что у них получается в офисе Если они будут работать удаленно А, возможно, у кого-то даже это будет получаться намного лучше Потому что тебя не отвлекают коллеги Ты сел, сфокусировался на одной задаче Тебе не нужно постоянно бегать на какие-то свечи Ну, в общем, вы знаете Плюсов очень много Конечно же, разница есть, когда ты работаешь удаленно И сидишь только дома И бегаешь в магазин за продуктами И когда ты работаешь удаленно И при этом путешествуешь практически без ограничений Да, разница здесь большая Но сам смысл один и тот же То есть, где бы ты ни находился Ты все точно так же садишься Открываешь компьютер и начинаешь работать И неважно, это происходит в Санкт-Петербурге, в Москве, на Бали Или где-либо еще Разница, возможно, будет только в интернете Вне зависимости от того, работаете ли вы из дома Или из офиса Я желаю вам отличной и продуктивной рабочей недели Мойте руки, не трогайте лицо Слушайтесь родителей И готе Субтитры сделал DimaTorzok